Всем привет! Ну, сейчас уже открыли, приобрели вот такие вот сосиски, крохи, новгородский бекон. Вот одна упала на пол. Кстати, из плюсов, ну, я вообще не люблю сосиски в упаковке, это неудобно, их доставать оттуда надо. А эти не нужно доставать, ой, а эти нужно доставать, но когда они падают на пол, ну, как бы вообще нормас. Вот. Так, давайте посмотрим, что делать. Ну, если новгородский бекон, наверное, делают в Великом Новгороде или где-то там. Новгородский область, город Великий Новгород. Да, делают в Великом Новгороде, в общем, делают из всего там, по составу читал какую-то смесь. Шкуры, курицы, шпика, в общем, не знал, что, короче, баньон, крахмал. Давайте попробуем. Вот такая вот упаковка, кроха, ну, не знаю, почему крохан, ну, мне кажется, крохи должны быть хотя бы не в этой упаковке, ну, их неудобно. Ну, я уверен, вот только один есть плюс в таких сосисках. Давайте откроем. Упаковка не съедобная, как на сардельках. Мне вот нравятся сардельки, потому что там упаковка скрипит, а больше нравится шпикачки. Так, по запаху. Ну, пахнет дешевой колбасой, вареной. Ну, в общем, такой запах колбасы. Колбасы, колбасы. Неплохой, нехороший. По запаху плюс, как бы, по запаху мне понравилось. Давайте попробуем на вкус. На вкус что-то странное. Во-первых, чувствуется на зубах, как будто какие-то кости. Вкус вообще очень непонятный. Как будто бы ты ешь что-то испорченное. Ну, в общем, дешевые, невкусные сосиски, скажу. Из плюсов только приятный запах. Нормально по соли. А все остальное большой один минус. И очень-очень невкусно. Ну, не знаю, вот я сейчас ем. Я себя запихиваю силой. Но запихиваю. Вот так вот. Короче, к покупке я новгородской вполне рекомендую. Это невкусно. Единственное, что дешево. Вот. Ну, попробую еще сварить. Может, если сварю, может, они будут вкуснее. Либо пожарить их, вкуснее они будут. Но вот в сыром виде это... Вот так вот. Спасибо вам за просмотр. С вас палец вверх. Подписка. Пока-пока.